Алексей Ногинский купил здесь квартиру, когда строился самый первый дом жилого комплекса. Менеджеры по продаже обещали жителям, что дорога появится, как только завершится возведение первой очереди. Сейчас их уже три. В жилом комплексе проживают около 10 тысяч человек. И пока есть только один благоустроенный выезд – на Ракитовское шоссе. Но большинство жителей выезжают на Московское, а туда ведет дорога, которая находится в неудовлетворительном состоянии. Фактически наш застройщик зажал нас в кольцо, и мы не можем другими путями какими-то выбираться, кроме как выезду по этой грунтовой дороге. Власти города не могут благоустроить эту дорогу, потому что она находится в частной собственности, а собственник благоустраивать ее не желает. Жители через соцсети обратились к руководителю региона Вячеславу Федорищеву. Их пригласили на личный прием главе города. Чтобы оценить ситуацию, Елена Лапушкина выехала на место, где встретилась с представителями застройщика, профильных департаментов и собственниками квартир. У вас уже есть въезд со стороны Ракиты? Если бы у вас не было вообще дороги, тогда бы речь шла о сервитуте. Но у вас есть заезд? Один. На 10-тысячный же кадр. Во время встречи наметили варианты решения вопроса. Рядом с одним из торговых центров есть территория, на которой можно построить дорогу. Глава Самары поручила профильному департаменту провести обследование зоны. А вот справа, вот здесь, муниципальная земля, здесь идет водовод и канализация. Соответственно, до забора вполне упирается. Если канализация-то точно дорогу не сделаешь. А, нет. Но это надо доски не смотреть. Да, на основу справа. Глава города поручила профильным департаментам оценить, подходит ли эта территория для проведения дорожных работ. После обследования участка будет принято решение. Кроме того, Елена Лапушкина поручила главе Кировского района Игорю Рудакову направить на участок представителей земельного контроля, чтобы обозначить границы частной и муниципальной собственности. Жители ЖК рассказали и о необходимости обустроить тротуар, выходящий на московское шоссе. Он проходит вдоль торгового центра. И весной во время таяния снега с крыши на прохожих копыт вода, а под ногами образуются лужи. Было решено оборудовать водосток. Виктория Шара и Валерий Майоров. События.